Холодно. Прям минивены подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. 50 лбов и я, девочка. Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но я чисто понять не могу. Называется это русское общение. Ну какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь, не знаю, уничтожить или чего вы добиваете, от меня, чего вы хотите. Громкий скандал устроила некая певичка ртом или чем там еще она испражняет свои зловония в адрес русских людей, москалей, как она пренебрежительно всех нас называет. Так вот эта далеко не русская, не украинка взбесилась от того, что жители Ярославля сказали ей свое твердое нет и не пожелали ее концерта в старом русском городе. А ведь мы помним, что она реально думает про всех нас. Посмотрите. А ты же родилась не на Подоле. Я Мукачевская. Вот, Западная Украина. А, ребята. Хотя о москалях поговорим. Клятые москали. Нет такого же. Ну, заклятые. Москаль, они не браты. Вороги. А что москали? Ну что? Их треба потребляти. Что я и роблю? Вот и все. Мне кажется, их хватит. Хватит. Вот это вот недоразумение, которое называет себя Лолитой, решило, что вякать русскому народу что-то там можно. А потом реально думает, что будет этому же народу запускать руку в карман, продавая билеты на свое разврат-шоу. Нет. Мы будем везде срывать ее концерты, как только сможем. Понятно, что вариантов у тех, кто действует по закону маловато, но мы молчать и сидеть сложа руки точно не будем. В Ростове сорвали концерт. В Ярославле чинуши не услышали народ. Там, видимо, губернатор глухой. Посмотрим, что будет дальше. Мы весь тур отслеживаем и глумиться над русскими людьми не дадим никому. Наш брат Павел из Ярославля точно все сказал. Мы все прекрасно помним, как вы говорили, что нас нужно потреблять, пускать в расход. И смеялись над этим. Угорали, ржали. А теперь вы прикинулись дурочкой и зарабатываете на русских людях, на этих самых москалях. Стрижете деньги, ездите по всей стране с турами юбилейными. Нет, мы все помним. Вас теперь так будут встречать в каждом городе. Ну, а поддерживает нас вся страна. Вот вам для примера стихи воина прямо из окопов спецоперации. Пока ребята там встают в граните, вы мерите о жизни лишь баблом. Община русская, запомни, ты, Лолита, всегда боролась с дьяволом и злом. А ты, вошедшая не в те однажды двери, должна навечно в памяти вместить. Предавшему однажды нет доверия. И русский люд тебя уж не простит. Так что ждем новостей о несостоявшихся концертах русофобки из Закарпаття.